Мне, допустим, сложно, я еще поиски не очень хорошо знаю, то есть еще, когда говоришь по телефону, да? Громчика. А, когда говоришь по телефону, то не всегда получается, как бы, ну, нормально пообщаться, просто я не понимаю всегда поляков, особенно по телефону. И когда надо срочно заказать такси, то, ну, было неудобно, ну, и не всегда они доступны, скажем так. Ну, лавашников Миша помог нам. Ну, как, по-моему, напомню, что есть такое классное приложение Абер, или Убер, скандально известное. Чем оно хорошо? Во-первых, ты никак с оператором не контактируешь, интерфейс русский, да, то есть вот прыгал, покажи. Вот, то есть на карте. Тут еще прикольно, сейчас машинка, по-моему, уехала. Тут видно, когда машины вот вокруг тебя, вот где есть рядом машина, да? То есть что мы делаем? Вот нам сейчас надо уехать, вот оно автоматом находит, где мы находимся. Плюс еще здесь, я под видео будет код на бесплатную поездку, ну, точнее, на 25 злотых скидка. А, вот промокоды. Вот в промокоды вы введете сюда код, который будет под видео там. И, соответственно, вы бесплатно получите скидку на 25 злотых. Если поездка будет меньше, чем на 25 злотых, вы поедете вообще бесплатно. Ну, и мне будет бонус в том же размере, чтобы все было по-честному. Да, значит, нет, ты показывай сюда. Вот, то есть оно нашло, где мы находимся. Что хорошо, даже не надо писать, где, ну, там каких-то подробностей, потому что водитель видит так же меня, как, допустим, вот он видит, я вижу машину, да. Она где-то рядышком. Да, она где-то рядышком вот ездит. Может, не он нас повезет. Так, рассчитает стоимость заказа. Ну, так, значит, вот оно мне показывает, что отсюда будет примерно 15-20 злот. Плюс-минус, я не знаю. То есть снимает деньги, то есть не налом, а, ну, с карточки, соответственно. Надо ввести первый раз свою карточку, ну, платежную, и деньги будут сниматься у вас с карточки. Не бойтесь, все снималось всегда четко. Заказать вот это. Вот оно мне показывает. Вот Доминик, Opel Vectra. Вот его фотография. В принципе, я могу посмотреть его, как бы, какие-то данные, наверное. 4,9 его общая оценка. Значит, вот так более-менее, отсвечиваю чуть-чуть. Итак, значит, что он пишет? Он пишет чуть-чуть, он показывает примерно, где машина, где она и куда она движется, то есть оно интерактивное. Через 4 минуты он пишет у меня, зовут его Доминик, Opel Vectra. У него? Ну, в любом случае, да. Он будет видеть по той же карте, он будет видеть, где я, соответственно. И пишет, какая машина, да? Да, Opel Vectra. Мы можем, ага. То есть, и когда подъезжает Opel Vectra, мне не надо там... Тихонечко садимся, чтобы таксисты не видели ездить. Да, тут куча таксистов, я не знаю, как будет выглядеть. Отметить маленький момент. Допустим, я как-то ночью, получилось, два раза ночью был на дворце автобусовом. Документы мы встречали. Документы мы встречали, да. Да, то есть, много... Четыре утра. Один раз где-то в час ночи, другой раз в три часа ночи. Значит, первый раз я поехал, я уже очень был уставший и поехал... Не, я тогда сумку встречал. М-м-м, ладно. Да, да. Со сгущенкой. Значит, и там я взял таксиста, который стоял там, ну, именно на самом автобусном, самой станции. Значит, и доехал уже, ну, думаю, ну, сколько возьмем, столько возьмем. Значит, взял он по двойному тарифу, типа, ночной тариф, 52 злоты. Ну, честно говоря, дорогая сгущенка вышла, но обратно не откатишь. Значит, второй раз уже где-то в три или в четыре ночи я вызывал Абер. Парень приехал тоже со скоростью звука. Единственное, что я уже ехал не прямо оттуда, а от Краковской галереи. И обошлось мне это 17 злот. На этом, ну, грубо говоря, да, есть разница. Но если брать какие-то дневные длинные поездки, да, там, допустим, за город. Михаил рассказывал, что это, ну, примерно наценность соизмеримая. Но есть ряд удобств по вызову. И чаще всего машины есть, так или иначе. Ну, один раз была осечка, но я там, по-моему, чуть дольше подождал и вызвал уже. Ну, я не так много, поэтому сильно не буду статистику, сколько я пользуюсь, но и четыре раза. Так что вы можете тоже воспользоваться услугами этой службы бесплатно. Вводите код, который под, если вы в Кракове, естественно, или в Польше, код, который под видео, то есть там такой, ну, будет понятно, я его опишу. И вы получите бесплатную 25 злотых, то есть если поездка будет больше, там, 27, первый раз мы ехали, там, поездка была 27, да. И с меня сняло 2 злотые, вот. Если поездка будет 20, ну, она вам будет просто бесплатной. Скорее всего, остальные. Ну, и нам тоже будет бонус, да. Ну, и нам, соответственно, тот же бонус, чтобы все было подчеркнуто. Обменивайтесь своими номерами тоже. Так что вот так вот. Итак, значит, вот мы доехали, так как, видимо, наша поездка была дешевле 25 злотых, то есть примерно 20, она нам посчитала, что ваша квитанция, то есть, ну, грубо говоря, вот мы заплатили 0 злотых. И вот она предлагает мне оценить вашу поездку, но оценить водителя. Скажу честно, скажем честно, да, водитель, значит, он подъехал, да, он заблукал, он заехал в другой выезд из торгового центра, а чтобы его объехать, ему надо было ехать там через петлю, через развязку, где-то, ну, наверное, километр-два. И он, когда приехал, он просто спокойно перезвонил и тактично попросил подойти к машине, да, как бы обозначить, что он есть. Вот, соответственно... Ну, и он извинился. И он извинился, поэтому мы ставим 5. Вот, ну, короче... И он нам, надеюсь, тоже. Да, и он тоже нам ставит... О, кстати, и тут пока ты еще не заказал машинки, то есть, когда ты заказал, видна только твоя машинка. А вот сейчас видно, где какие есть машины Абера вообще. То есть, если так покопаться, походить по райончику, да, можно увидеть другие машинки, вот где-то недалеко есть. Вот, тут, одна, тут. Показывают, какие есть ближайшие. Так что, пользуйтесь на здоровье. Субтитры подогнал «Симон»!